Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый и дорогой Владыка Наместник, Скитоначальник, Отец Дамиан, Дорогие отцы, братья и сестры, Благодарю Вас, Владыка, за Ваши добрые, мудрые слова, которые Вы сказали сейчас в связи с моим служением в Черниговском Гефсиманском скиту. И должен сказать, что я с особым чувством сегодня переступил порог этого святого храма, потому что сама история Черниговского Гефсиманского скита невероятно поучительна для нас. Нет ничего нового под луной, как говорили древние. И история движется по некой спирали, не в точности каждый виток копируя предыдущий, но как в генетической памяти человека, передающийся физическим путем, так особым образом в истории повторяются и отображаются те же самые проблемы, и те же самые скорби, и те же самые радости. И происходит это потому, что и сегодня, и сто лет тому назад, и двести лет тому назад, и далее, главным действующим лицом истории был человек с его слабостью, и с его силой, с его верой, и с его безверием, с его взлетами, с его падениями, с его внутренней силой, и с его грехом. История Черниговского скита очень поучительна. Возникнув в конце XIX века и набрав духовную силу, в начале века XX, Черниговский скит был одним из самых важных духовных мест на Руси. Его можно было сравнить с Оптиной пустынью, еще с некоторыми монастырями, в которых Дух Божий особым образом действовал через угодных ему людей. Этих людей мы на Руси называли и называем старцами. Вот здесь, в Черниговском скиту, и старец Филипп, и особенно старец Варнава, живший и трудившийся в начале века XX, являли собой особую силу благодати Божией. Мы знаем, что именно сюда, в Черниговский гефсиманский скит, тысячами приходили люди, по тысяче человек в день принимал старец Варнава. Сюда приходили люди, принадлежавшие к элите общества, к интеллигенции, так же, как и в Оптину. Здесь они слушали назидания старцев и, несомненно, нечто почерпывали для себя важное и существенное. И известно, что и страстотерпец, царь, государь, император Николай II, также имел духовный контакт и общение со старцем Варнавой. И наверняка многие мысли, сказанные старцем, помогли святому страстотерпцу с достоинством христианским веры и упованием на Бога перенести злословие, клевету и, наконец, страдание и самую смерть. Несомненно, Черниговский гефсиманский скит был местом особого взаимодействия Церкви и российской интеллигенции. Церкви, которая была уязвлена мировоззренческими грехами того времени, не имела сил к сопротивлению, потому что потеряла критерий отличения истины от лжи. И многие метались, думая, что в этом движении они способны будут достичь справедливости и для себя самих, и для всего народа. Очень легко, поддаваясь искушениям, соблазнам, то, что мы сегодня можем назвать словом пропаганда, эти люди духовно разоружались, порывались с прошлым, порывались с церковью, предавались этим метущимся и быстро меняющимся идеалам, которые в полной мере, захватив сознание элиты тогдашнего российского общества, привели страну к раху, гибели, к разрушению святынь, к попранию чести и достоинства, к разрушению народной жизни. И до сих пор трагедии века XX преследуют нас и в веке XXI. Вот и сегодня церковь открыта для взаимодействия со всеми, в том числе и с интеллектуальными элитами общества или с теми, кто так себя называет и так себя считает, таковыми себя считает. Церковь готова в этом открытом и честном диалоге говорить то, что она говорила и в начале века XX. То, что она обязана говорить до скончания века о правде Божией, о добре и зле, об истине и лжи. И мы знаем, что и сегодня и в Черниговский скит, и в другие обители приходит очень много мыслящих людей и простого народа, хранящего в сердце веру православную. Мы знаем, что сегодня есть великое обращение народа нашего к вере православной. И как бы клеветники и лжицы не пытались очернить все то, что сегодня происходит в духовной сфере нашего Отечества и народа, не просто ростки духовной жизни и веры, но мощные ростки ныне обретают силу и восходят. Зная о том, что произошло сто лет тому назад, зная о том, как совратились мыслящие люди с пути истинного. Мы сегодня должны из этих тяжких уроков истории извлекать уроки для своей собственной жизни, не повторять и упаси Бог, не повторить роковых ошибок. И есть только единственный путь. И сегодня историки, те, кто анализировал, анализируют трагические события начала века двадцатого, говорят, что если бы тогда произошло подлинное духовное обращение людей к Богу, к церкви, то не было бы боли и страданий людей, не погибли бы десятки миллионов, не была бы отброшена страна на десятки лет назад, жизнь была бы другой, и духовное, и материальное. И сегодня мы можем повторить то же самое применительно к нашему времени. Если не совратятся те, кто способен оказывать влияние на других, если народ наш окажется способным не воспринимать ложь и клевету, которые распространяются сегодня через средства массовой информации, интернет, если мы выработаем в своей душе, в своем сознании, в своем восприятии жизни твердые навыки сопротивления этой лжи, то тогда спасемся сами и спасем страну нашу. Посещение Черниговского скита, прикосновение к духовному опыту старца Варнавы, который своей молитвой, своими словами, своим общением с людьми пытался остановить погибель России, заставляет нас сегодня иметь особое духовное трезвение, мужество, стойкость, способность сопротивляться лжи и клевете, работать для спасения людей. Таково призвание Церкви. И обращаясь ко всем вам, мои дорогие, к архиереям, к священникам, монахам, к нашему верующему народу, я еще и еще раз призываю вас, храните веру православную, в ней же наше спасение, аминь. сердечно поздравить с 65-летием Игумению Варвару, настоятельницу Толкской обители. Толкская Свято-Виденская обитель в Ярославской епархии имеет совершенно особое значение для жизни всей нашей Церкви. Это была одна из самых первых обителей, открытых еще в советское время, когда появилась хоть небольшая, но реальная возможность восстанавливать храмы и монастыри. И Матушка Варвара, придя на это место разрушения силами своими, мобилизовав сестер, всех благодетелей, всех благодетелей, которые только в то время незначительные, но смогли что-то помочь Церкви, не просто воссоздала этот монастырь, а сделала его одним из очагов духовной жизни. Я сердечно благодарю вас, Матушка, за этот особый подвиг, который начался еще в трудное время, когда Церковь не обладала полной свободой, когда нужны были огромные усилия, чтобы преодолеть в том числе и сопротивление власти и окружающего мира. Вы со смирением и духовной силой совершили этот подвиг, давая, может быть, пример многим сегодня, как не нужно бояться врага рода человеческого, но с упованием на волю Божию совершать свое монашеское делание. И в знак признательности к вашим трудам и в связи с 65-летием со дня рождения вы награждаетесь орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени Аксия! 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 Аксия!